Чёрные носы, пушистые хвосты и преданные глаза. За каждым рисунком история. Где-то про счастливую любовь, но чаще всего про предательство и одиночество. Больше всего на свете дети любят рисовать животных. Но сегодняшняя выставка о том, что у каждого питомца должен быть тёплый дом и заботливый хозяин. Организаторы выставки детских работ Общества защиты бездомных животных «Добрые руки». Два года назад неравнодушные мирнинцы, которые не могут пройти мимо брошенного котёнка или больной собаки, решили объединиться. И теперь они совместными усилиями выхаживают, лечат и ищут для своих подопечных новые семьи. Всегда была мечта о том, что если какой-то достаток был бы денежных средств, я бы открыла приют для бездомных животных. На данный момент такого у меня пока нет. И опять-таки должно в этом помогать общество, помимо общества, государство. У каждого волонтёра общества дома живёт по нескольку спасённых кошек или собак. Ведь найти хозяина для вчерашнего обитателя улицы непросто. Чтобы привлечь внимание к проблемам, решили провести конкурс. Помогли спонсоры – профсоюз «Профалмаз» и партия «Единая Россия». С их лёгкой руки конкурс стал районным. Прошёл конкурс у нас в два этапа. На первом этапе дети рисовали рисунки, потом мы их собирали со школ. И сейчас второй этап – это выставка всех тех работ, которые подошли. Потому что было очень много работ, которые… Лягушечка, рыбка, то есть не по теме. Здесь представлены те работы, которые прошли. Мне больше всего понравился вот этот рисунок. Он больше всего передаёт тему, суть, что животные голодные, что печальные. У них прям глаза такие жалостливые. Печальных историй о братьях наших меньших в обществе «Добрые руки» могут рассказать немало. Есть своя и у сестёр Красноштановых. Мою кошку зовут Фаня. Она полусвинц. И у неё такая грустная история. Мы её подобрали, нашли в буквальном смысле. И у неё были видны ребра, и она была очень худая. Мы её выкормили, ухаживали за ней. Ждали, чтобы её подобрали, хозяина, чтобы нашли. Звонили один раз. Сказали, что мы хотим кошку. Но мы отправили потом фотографию и сказали, что она страшная. Рядом с детскими рисунками – стенд с фотографиями. Когда найдёныша помоешь и немного откормишь, получается вот такое чудо, говорит волонтёр общества Евгения. С радостью отдадим «В добрые руки». Взрослых животных уже очень тяжело пристроить. Малышей, котят очень хорошо берут, щенят ещё можно найти. Маленьких, больших тоже, конечно, очень сложно пристроить. Ни один рисунок не остался незамеченным. Спонсоры поощрили всех участников конкурса. Без внимания не остались и герои выставки. Фотографии животных, которым сегодня необходим дом и хозяин, организаторы повесили рядом с детскими работами. В надежде, что среди посетителей и участников найдётся совсем не лишняя пара добрых рук.